Сегодня мы познакомимся с сортами земляники раннего срока поспевания. Первый из них Азия. Очень выносливый сорт с крупной ягодой до 50 грамм. Легко размножается, имея по 3-5 сорт от каждого растения. Ягоды крупные, до 50 грамм. Несколько вытянули. Следующая земляника фестивальная. Это классика советского плодоводства. Выведена в 1959 году и до сих пор не теряющая своего значения. У фестивальной первой ягоды очень крупная, иногда до 70 грамм, потом несколько мельчают. Но по выносливости рядом с фестивальной ягод нет. Следующий сорт Кимберли. Отличается изумительным вкусом в длинненьких ягодах. По форме Кимберли больше всего похоже на небольшую крышечку. Ягоды в среднем 25-30 грамм, хотя очень часто встречаются и 60, и 70 грамм. Зенга-зенгана. Это классика советского огорода. Лучший компот и лучшие варенья всегда из зенга-зенганы. Яркого рубинового цвета. Ягода имеет ярко выраженный запах и привкус ананаса. Эльяне. Ягоды, имеющие крупную ягоду, 30-граммовую в основном. Очень длительного срока плодоношения, хотя она и ранняя. Форма ягод больше всего напоминает конфетки трюфеля. Вкус сладкий, с фруктовыми нотками. И царица. Довольно новый сорт, выведенный буквально 20 лет тому назад. Очень раннего срока созревания. Неприхотливый. Хорошо переносит засуху. Ягоды чуть поменьше, чем у других. Но общий урожай очень высокий. 800-900 грамм спустя. Если хороший уход, килограмм с лишним. Чистаня, корнеобразователь какой надо использовать? Корнеобразователи мы используем разные. Классика, конечно, это микориза. Но можно обработать ягоды цирконом. Можно в почву добавить препарат 33 богатыря или сотка. Очень неплохо работает. И перед цветением ягоду просто необходимо подкормить ягодными специализированными удобрениями. После того, как отплодоносят, убираем больные листья, лишние усы. И подкармливаем еще раз, чтобы к осени у нас куст был крепким. Это ягоды раннего срока водоношения. Они уже завязывают цветочные рожки где-то в августе. Поэтому к этому времени должны напитаться как следует. Если вы хотите особо раннюю ягоду, можете под укрытие. Только во время цветения надо будет укрытие приподнимать, чтобы насекомые опылили ягоды. Иначе это придется делать с бучной кисточкой. Продолжение следует...